Переведено и озвучено антислексиком. Приветствую, добро пожаловать на Кинокосмос, и я ваш ведущий Гарик Свармеллоид. Артефакт этой недели – Люди Икс Первый Класс. История студии, которая не остановится ни перед чем, лишь бы сохранить права на свою самую прибыльную франшизу. Сюжет начинается с мрачноватого на вид летнего лагеря, где доктор Клаун Шмидт увидел, как мальчик Эрик гнет металлические ворота, и, что естественно, решил научить его трюкам с монетками. Шмидт использует нетрадиционные методы, но с результатами не поспоришь. На другом конце земли богатый мальчик Чарльз, который почему-то живет один, находит дома ребенка Аватара. Будучи без родительского контроля, он оточеряет ее как сестру, вместо того, чтобы вызвать копов. Пустя долгое время, Эрик ищет Шмидта единственным известным ему способом – гуляя по барам, показывая всем трюки с ножами. В то же время Чарльз занят своими поисками, поисками плоти. Плотью человеки называли свой мясной покров. Как бы там ни было, это все заканчивается, когда дамочка с ЦРУ замечает кучку мутантов и находит главного эксперта по мутантам, чувака, который написал о них сочинение в школе. Они находят Шмидта по принципу шести рукопожатий, только теперь его зовут Себастьян Шоу, кто не так по-фашистски звучит. Кто бы мог подумать, там оказывается наш старый друг Эрик, он нападает на подлодку Шоу, но довольно херово. Чарльз и Дамас и Роу спасают Эрика от большего самозашквара и посвящают его в свой сверхсекретный клуб мутантов, даже не проверив его историю. Теперь, будучи друзьями навек, они используют ранний прототип Samsung Galaxy Note 7, чтобы распространить свои письма любви. Они узнают, что Шоу хочет начать Третью мировую, потому что это как-то поможет мутантам. Чарльз всех собирает в свой дом в детство, посчитав, что дом лидера – место, где его не будут искать. Они удобно устраиваются, показывают монтажи пары тренировок и устанавливают НТВ+. Но когда Шоу заставляет советских чуваков отправить боеголовки на Кубу, Чарльз и компания вылетают туда, чтобы преподать ему урок истории США в стиле Кеннеди. Вопреки уговорам Чарльза, Эрик убивает Шоу своей верной монеткой, доказывая, что деньги действительно корень зла. Человеки психуют и направляют все боеголовки на мутантов, но Эрик разворачивает сучек. Продолжая доказывать, что она в фильме не просто так, Дамас Сэроу стреляет у Эрика, но пули волшебным образом рикошетят в нашего героя в стиле Кеннеди. Эрик решает, что туса зашкварилась и валит с пацанами. Ботаны остаются с Чарльзом, а что любят ботаны? Школу! Поэтому он открывает школу. Дамас Сэроу целует его, но ему так стыдно, как стрёмно он целуется, что стирает ей память. Люди Икс 1 класс исследуют понятие отличности от других, соотнося борьбу мутантов с аналогично уникнетаемых меньшинством на протяжении истории всей Земли, в частности, афроамериканцев в 60-е годы. Чарльз следует слову сына Мартина Лютера Кинга, Мартина-младшего, американского борца за права человека, который проповедовал примирение с властимущими. Мы можем быть лучшими людьми. Эрик считает, что насильственное сопротивление оправдано в ответ на гонения, что было путём более радикальных фракций, типа «Чёрных пантер» и «Малкома 10». Мир никогда не был моей целью. Мутанты не только играют роли других в борьбе с человеками, но им ещё и приходится справляться с иерархией внутри своих рангов. Даже не представляю, как ты выживал в таких-то условиях. Чарльз живёт легко, так как его силы невидимы и помогают в социальном плане. Он другой, но ему никогда не приходилось прятаться. В то же время, зверь и мистик должны активно скрывать своё истинное лицо, чтобы избежать общественного гнёта. Даже не представляю, каково это быть... Нормальным. Фильм говорит, что больше, чем генами, состояние мутантов обусловлено психологическими страданиями, которые идут с этими генами. После того, как хорошие парни теряют свою боевую десность, Эрик говорит, что они наконец заслужили свои мутантские ленточки. Они просто дети. Нет, они были детьми. И только когда Чарльз стал парализован, он стал настоящим профессором X, потому что это первый раз, когда его сила привела к трудностям. Хотя, технически, он не настоящий профессор X, пока не получит учёную степень. Люди X, первый класс, может и фильм, но это не значит, что он не может говорить о книгах. Этот фильм буквально сквозит со всех дыр отсылками на литературу, ну, как минимум двумя, из одной дырки. И они особенно хороши тем, как ясно они видны. Первое — это Франкенштейн и Мэри Шелли, книга об учёном, который слишком много наделал учёностей. Так же, как и доктор Франкенштейн создаёт своего монстра, который внушится мира, Шоу создаёт мстительного магнета, пытая его, пока тот не станет безнадёжно противиться обществу. Скажем так, я монстр Франкенштейна, и я ищу своего создателя. Однако, фильм идёт ещё дальше в отсылках к Франкенштейну, намеренно подталкивая Эрика к замещению своего создателя и давая ему обнаружить, что у них один размер головы, но шлем он всё равно жмёт. Когда Эрик убивает Шоу, он аккуратно воссоздаёт травму, которую тот нанёс ему в детстве. Аинь, цвай, дай... Раз, два, три... Более того, Эрик тырит крутую шляпу Шоу, берёт под контроль его отряд и приступает к совершенствованию планов Шоу против людей. А философ Фред Ницше предупреждал, кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. А держи, мог гонять за Шоу всю свою жизнь, Эрик становится именно тем чудовищем, которое он надеялся уничтожить. Но, хе, все ошибаются. Вторая отсылка к литературе — это странная история доктора Джекила и мистера Хайда Роберта Луиса Стивенсона, книга об учёном, который слишком много наделал учёностей. Джекилл и Хайд исследуют внутреннюю борьбу в человеке между его цивилизованным и первобытным началом. Звучит знакомо, Хэнк? Хэнк изначально сдерживает свою зверскую натуру, потому что голубой цвет устарел ещё в двухтысячном. К счастью, Чарльз тут как тут и даёт свою рецензию на книгу. То есть там был вопрос, неплохой он или хороший? Речь шла о борьбе с его животной натурой, о попытках её подчинить, и эта борьба сдерживает тебя. Но в отличие от книги, где мистер Хайд представляет тёмную и жестокую сторону доктора Джекила, превращение Хэнка — это шаг вперёд к самореализации и принятию себя. Это то, каким ты должен быть. Это настоящий ты. Больше не прячься. Ну а почему он должен быть против меха? Мне вот, на мой никто никогда не жалуется. Кроме моих жены и детей. Каждый грёбанный день.